Девушки отдыхают Но пока что с перерывами Но это уже у нас примета Когда мама повесит белье Обязательно должен Пойти дождь Иначе все Привет всем Мои дорогие зрители Меня зовут Наташа И вы на канале Замуж в Индию Как вы наверное заметили Мы уже дома вернулись В наш любимый матеран Как вы друзья соскучились за матераном Привет Мы всей семьей Собрались на воскресный рынок На колоритный воскресный рынок И заодно поснимаю для вас Что же новенького там появилось В сезон дождей По идее должно быть много Разной зелени Грибочки В общем посмотрим У кого-то конь в пальто А у нас конь в плаще В дождевике Может быть кто не в курсе Из вас в Индии Сезон дождей Вот кстати уже льет дождь Ребята Сезон дождей в Индии Начинается примерно С середины июня И до середины октября Так как мы живем В горной местности У нас наиболее интенсивные дожди Порой могут лить Несколько дней без перерыва Пока еще знаете Дождь набирает свои обороты Пока вот как сказал Артур В основном Когда я вывешиваю белье Или вот как сейчас Собираю снять Интересный репортаж Начинается дождь Так Ребята меня тут О спасибо Спасибо дорогой муж Видите Спасибо Thank you For camera Да да А у меня камера кстати Ребята У меня есть Специальная насадка Герметичная Что я могу даже снимать С этой камерой Под водой Напишите в комментариях Как вы относитесь К такой погодке Хотели бы вы Пожить 4 месяца Как мокрицы Так А вот Артур одноклассник Hi Good morning Вот А индейцы Очень даже любят Они ждали С нетерпением Когда же Наконец Пойдут дожди Видите Сколько много Туристов У нас тем более Водопады Мы живем в горах Я сегодня на рынок На воскресный Иду Как на свадьбу Вот этот наряд Я кстати покупала Как раз вот для таких Вот важных мероприятий Да Вот так вот мы ходим На рынок Ну Парам вообще Мне всегда говорят Что на воскресный рынок Приходит Весь матеран Все будут обращать На тебя внимание Поэтому Старайся Выглядеть хорошо Кроме того Вот этот вот наряд Я Один раз надела Ну знаете На часик На полтора Он не запачкался И повесила Не постирав Вот Поэтому мне надо Его как бы еще Пару раз надеть Чтобы потом постирать Сейчас нельзя Сейчас Из-за сырости Одежда Если Хоть раз ее надел Может покрыться Плесенью Вот Поэтому надо Все вовремя Сразу же стирать И Артур Тоже видите Какой нарядный В рубашечке Наглаженный Но он еще сегодня После рынка Пойдет на занятия На дополнительные Подготовка К экзаменам У него сейчас Так Ну собственно Мы уже на рынке О Пара I want this Я видела Вот это Вот это Ребята Растения У нас Вот Пара I want this Плент Вот это Растение Оно Произрастает Только В сезон Дождей И вот Эта Женщина Она собирала Их В лесу В нашем лесу В нашем лесу Действительно Можно Кое-что Насобирать Пригодное Для еды Я ни разу В жизни Еще не готовила Сабджи Из этого растения И вот видите Женщина Нам сейчас Расскажет Как делать Да Вот она Сейчас Расскажет И покажет Значит Надо Вот так Разворачивать Посмотрите Какая красота Вот это Говорит Нужно Обязательно Удалить Ребята Это Лучше Не есть Потому что Может Кашель Начаться Вот Смотрите Еще Еще Одна Еще Одна Женщина Подошла Говорит Что Надо Сначала Отварить Отварить Прежде чем Тушить Посмотрите Еще Мужчина Мужчина Тоже Подошел Рассказывать Рецепт Очень много Там Нюансов Ребята За два Пучка Парам Заплатил 40 рупи А можно Было бы Бесплатно Насобирать В лесу Так Но это Друзья Как эксклюзивный Товар Только В этом Месяце Можно Встретить На рынке Или Найти Насобирать В лесу Так же Как и Грибы Ребята Я надеюсь Что мне Удастся Тоже С вами Пойти На промысел В лес За грибами Вот Видите Здесь Эта Женщина Тоже Продает Вот Вот Видите Сколько Много Мне так Интересно Попробовать Я ни разу В жизни Не пробовала Я Смотрела На ютубе Ну и Ниха Тоже Рассказывала Хочет Чтобы я Попробовал Ну не Носвит Тогда Не Попробуй Если Не Попробуй Вот Ребята Еще Что-то Новенькое Никогда Раньше Я Этого Не Видела Что Это Нейм А Алло 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 Это Картошка Вообще Но Это Явно Не Картошка Пусть Расскажет Но Парам Че Мастер Эксплейн Хао Ту Препер Зис А Ребята Это Как Фрукт То есть Это Не Надо Вообще Готовить Берешь И Ешь Ну Конечно Давай Давай Попробуем Вдруг Понравится Ну Слушайте Я Я Ожидала Большего Как То Вот Кстати Обратите Внимание Какая Женщина С Прической Прическа Украшена Цветами Посмотрите Я Я Немножечко Отошла От Парама Парни Ко мне Подошли О Девушка У вас Ютуб Канал Пожалуйста Как он Называется И Тут Я Такая А Я Не Могу То есть Су Мое Название Они Не Смогут Набрать Его У Себя На Телефоне И Парам Говорю Дай Им Дай Им Свой Ватсап Окей И Пришли На Ватсап Линк Джек Фрут Любимый Фрукт Парама Но Мой Тоже Единственное Что Артур Не Ест Артур Надо Тебе Тоже Что То Купить Представляете Только Манго Рыбу Говорит Купи Хорошо Тебе Рыбу Купим Вот Еще Ребята Только По Воскресенье Вот Этот Вот Мужчина Приезжает С Посудой Чашечки Чайнички Ренайс Ача Так Ну И Дальше Обычный Рынок То Есть Это Мы Видим Практически Каждый День Мужчина Который Продает Водопавы И Здесь Поехали То Это Все Уже Такое Фермерское И Вон Рыба Ой А что Так Мало Рыбы Боже Мой Может Быть Сейчас Нельзя Знаете Бывают Такие Периоды Когда Нельзя Рыбу Когда Рыба Не Рестится Тогда Запрещено Ее Вылавливать Ну И Соответственно Продавать Все Артур Нет Рыбы Купим Тебе Что-то Другое Курица Арахис Зато Арахис Такое Манго У нас Есть Дома А то Скажете Что Ребенка Фруктами Не Кормите Урвал Вот Кстати Обращаю Внимание Что Не я Одна Нарядная Вот Женщина Тоже Каком Красивом Саре Сколько Золота На ней Ну Вот Если Обратить Внимание Сейчас Поснимаю Все Все На рынок Приходят Не то Чтобы Там Спортив И Футболки А Наряжаются Как на Какое-то Важное Мероприятие Особенно По Воскресеньям Интересно Как в ваших Странах Я в Америке Не была Ну Просто Чего Я вообще Обращаю На это Внимание Да Вот Постоянно Вот Эти Вот Видео Из Америки Как в супермаркет Приходят Женщины Чуть ли Не В ночных Рубашках А Индианки Даже Проснуться Раньше На Несколько Часов Чтобы Вот Видите Нарядиться Красиво Представьте Да Вот Это Все Выгладить Накрутить Накраситься Надеть Сережки И Только Потом Отправляются На Рынок При Полном Параде Здесь У нас Продается Сушеная Рыба Кто Не Смотрел Видео Обязательно Посмотрите Мы С Парамом Готовили Здесь Готовят Тушат С Луком Никто Не Ест Ее В Прикуску К Пиву Вот И Здесь Тоже Вот Здесь Вообще По идее Всегда Была Рыба Но Я Так Понимаю Что Месяц Рыбу Мы Здесь Не Увидим Парам Пошел В магазин Где Продается Козлятина Сегодня Воскресенье То есть Тоже Не Каждый День Купишь Свежую Хорошую Козлятину В Воскресенье Такая Возможность Скорее Всего Есть Ну Курятина Можно Купить Без Проблем Вот Ребята Здесь Здесь Мясная Лавка Здесь Куры Козы Овцы Но Зрелище Я не буду Много Долго Снимать Вот Так Вот Вам Покажу Тушки Висят Ой Пока Парама Ждали Тут Дождь Пошел Ну Что Что Ты Купил Мясо Козлятины Рядом С мясной Лавкой Есть Небольшая Гостиница Посмотрите Какой Отсюда Открывается Прекрасный Вид Вот Друзья В какой Красоте Мы Живем Слушайте Аж Дух Захватывает Ребята Я пока Подходила Сюда У меня Немножечко Дальше Задрожали Коленки Какая Красота И как По-разному Это Все Выглядит Вот Видите Сейчас Какие Тучи Хмуро Но Прекрасно Тем не менее Каждый Раз По-разному Скоро Вот Эта Вот Зелень Будет Еще Более Яркая После Дождей Все Оттенки Зеленого Можно Будет Увидеть В нашем Прекрасном Матеране Класс У природы Как говорится Нет Плохой Погоды Помидоры У нас Есть Парам Купил Бинди Леди Фингер Окра Я уже Много Раз Показывала Своих Видео Это Любимый Овощ Моего Мужа И я Тоже И я Тоже Успела Полюбить Но Артур Не ест Артур У нас Любитель Картошки Как Когда-то Мама Только Картошку Любила Так Здесь Тоже Мы Что-то Купим Зелень Кинза Вот А сейчас Парам Покупает Такое Знаете Как Ассорти Из этого Я Приготовлю Рис С овощами Тоже Очень Вкусное Блюдо Получается Так Слава Богу Уже Видите По Разным Кулечкам Если Парам Идет Сам Без Меня То Он Все Скидывает В Одну Сумку И Потом Я Как Золушка Ес Ес И Потом Я Как Золушка Все Это Перебираю Подсчитывает Подсчитывает Ну Что Парам Сколько Ты Заплатил 115 В общем 115 Рупий Я Еще Не Сняла Еще Пучок Зелени Митти Здесь Называется Я Не Знаю Как Правильно Перевести Вот Еще Здесь Это Наши Знакомые Здесь Мы Хотим Заказать Сушилку Для Белья Завтра Завтра Скорее всего Они Поедут За Товаром Ой Смотрите Как Артур Артур Как Мы Довольны Печеньем Угостили Вот В понедельник Они Поедут В Мумбаи За Товаром То есть Здесь Нужно Заказывать Такие Вещи Окей Панир Еще Окей Тогда Томоро Панир То есть Когда мы Сейчас Решаем Что будем Сегодня Готовить Потому что Панир Лучше Покупать Свежайшим И Решили Что Сегодня Мы Воскресенье Приготовим Мясо А Уже Завтра В понедельник У нас Будет Вегетарианское Меню И Тогда Мы Купим Панир Уже Свежий А Я Вот Видите Походу Еще Снимаю Какие Девушки Красивые Какие Нарядные Какие Волосы Шикарные Какие Длинные Так Вот Даже Вот Женщины Постарше Тоже Выглядят Очень Привлекательно Бавин О Хай Бавин А Умени Дейс А Мно Сию Парам Бавин Я Уже Соскучилась Наш Друг Наш Любимый Бавин Так Ребята Про Бавина Я Скоро Отдельно Сниму Видео Не Сегодня Сегодня У нас Вроде Как Про Рынок Поэтому Выключаю Камеру И Пообщаемся С ним Без Камеры Мам Пацаны Пришли Наташа Сад 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 Кайсэ Кабиау Айгена Болда Майя Айгата Тунг Апка Видео Николу А Ван Мэг Май 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 Блогер Да Да Женщина Уже Все Продала Друзья Еще Один Важный Момент Мы С Артуром Хотим Сказать Большое Спасибо Кому Мы хотим Сказать Спасибо Катерине Да Катерина Огромное Спасибо Спасибо За книги Представляете Мы приехали Окей Let's go Приехали С нашего путешествия В Матеран Вернулись И нас Ждал Очень приятный Сюрприз Катерина Наша Зрительница Была В Матеране Пока Нас Не было И Передала Через Отель Маду Малти Книжки Две Очень Интересные Книги Передала Для Артура Вот Еще Друзья Подошли В магазин Нужно Срочно Купить Резиновые Тапки Парам Ходят Видите В кожаных Они Долго Не протянут В такую погоду Так как Шлепаем Мы сейчас Все время Положим Я хожу В резиновых Но у меня Честно говоря Эти резиновые Еще с прошлого года И я в них И по сухой погоде Ходила Просто они Настолько Удобные Классные Мне нравится Вот это Опять же Такого плана Как у меня Может быть Такие Сэндал Нот Пою Парам Говорит Может быть Сандали Но сандали Я знаю Что он не любит Тратит время На то Чтобы застегивать Вот видите Здесь паренек Меряет сандали Но он скорее всего Школьник В школу В шлепках нельзя То есть Артур Тоже вот В школу ходит Сейчас В своих Сандалях Резиновых Девушка Девушка Как вас зовут Посмотрите На голове В обеих руках Груз И идет Такая красивая Ну вот как Плывет Не идет А плывет Как Пава По озеру Окей Да Очень хорошие Одобряю Твой выбор Вроде как Не корову Покупаем Так Ну что Мои дорогие Зрители Вот мы На кухне И сейчас Я буду пытаться Первый раз В жизни Приготовить Экзотическое Блюдо Из вот этих Вот Ну я так и не знаю Как это Называется Молодые побеги Но как конкретно Назвать Я не Я не выяснила В общем у нас Чуть ли не до конфликта Дошло с Парамом Дорогой В какой-то веке Прошу тебя Узнай Пойди Спроси Там у учительниц Как это Хотя бы На хинди Но он говорит Нет Нет Никто не знает Даже он обращался Действительно К учительнице К Артуркиной Да И она тоже не знает Только на Марате Так что Если кто узнал Это растение Напишите пожалуйста В комментариях Мама Обязательно Прочитай Ну хочется Очень хочется Знаете Прочитать О полезных свойствах То есть я всегда Люблю Когда что-то готовлю Я думаю о том Насколько это полезно Когда я ем Особенно Об этом думаю Смотрите Я сейчас Чищу Росточек Ну сейчас Я уже Зачищу Его И потом Вам покажу Новый Но сначала Убираем Вот эту вот Шкарлупу Надо Найти Надо дойти До самого Ниже И его Обрелать Этот Низ Потому что Если его съесть Как говорила Та женщина Будет Ну Кашель Это желтая Не надо Есть вообще нечего Я не знаю Что из этого Можно приготовить Так еще Это достаточно Как бы Недешево стоит Тут есть нечего Итак Мои дорогие Закинула Наши Дары леса В кипящую Подсоленную воду А сейчас Занимаюсь Луком И чесноком Надо побольше Лучка Чтобы Чтобы было Хоть что Вообще В принципе Есть Ребята Все никак не отвечу Многие в комментариях Спрашивают Почему же на новоселье Не было отца Парама Почему он не приехал Так вот Друзья Отец Парама Вместе с дядей Не в очень Хороших отношениях И все это Из-за наследства Их отец Ну это получается Дедушка Парама Был достаточно Обеспеченным Человеком У него было Очень много Земель Ну даже Как Парам Говорит Самый богатый Во всей этой Деревне был Вот Ну и соответственно После смерти Эти все земли Разделили Между Братьями Пятеро Братьев В Индии Женщины Не Ну сестры Не претендуют На наследство Вот И получилось Что этот Дядя Как бы Нечестно поступил Несправедливо Он себе присвоил Гораздо больше Земель Чем полагается Не поровну Вот Ну знаете Есть такие люди Которые считают Что А мне надо А мне нужнее На то А сё То есть Какие-то аргументы Приводят Ну и плюс Еще видимо Воспользовался Тем что Он полицейский Причем не последний Да Там где служился До офицера Плюс еще Человек не глупый Ну в общем Короче говоря У них на протяжении Долгих лет Такой вот Конфликт Ну то есть Они общаются Между собой Ну вот Видимо Отец Парама Решил что Именно конкретно На вот это Вот мероприятие Да Вот что получается Его брат Шиканул Купил огромный Трехэтажный дом Он посчитал Что Не стоит Приезжать Так как По идее Парам Тоже должен Негодовать Потому что Это земли Его отца Которые будут Разделены Между Тремя братьями Ну в том числе Конечно И Парам Вот Но Парам Абсолютно Спокойно К этому Относится Говорит Мол Мне ничего Не надо Я хочу Всего Добиться Сам Всего Чего Я уже Добился Тоже Это все Сам То есть Ему не хочется Чтобы его Потом Кто-то Попрекал Что Мол Это Благодаря Отца Там Или Кого-то Брата Там Дядя Ему Этого Всего Не надо Вот Ну будет И будет Хорошо Хотя Ну я считаю Действительно Это как знаете Как пассивный доход Если Земли есть Их Можно Сдать В аренду Соответственно Сыну Передать Ну вот У Парама Такого нет Он говорит Все сам Все сам Ничего мне не надо Причем Вот этот вот дом Родительский Ну в принципе Дом сам Никакой особой ценности Не представляет Но Находится он Рядом с городом Где школы Университеты То есть Это отличное место Его можно снести И на месте Этого дома Построить Двухэтажный Трехэтажный Сдавать Вот Этот дом Как бы тоже На три Брата Поделен Да Но Парам Уже Представляете Он уже Продал Свою часть Дома Брату Среднему Это было Когда он Открыл этот Бизнес Предыдущий Отель Маду Малти Нужно было Заплатить Аренду На год Вперед Плюс там Еще нужно было Сделать Вначале Небольшой ремонт Он попросил У брата Взаймы Тот сказал Что нет Давай я тебе Дам деньги А ты мне Как бы Часть этого дома Ну и он Планирует В будущем Ну на месте Этого дома Планирует Построить Новый Хороший Дом Ну что Мои дорогие Друзья Мой кулинарный Шедевр Готов Вы только Посмотрите Вы только Посмотрите Какая красота Какой аромат На самом деле На самом деле Вкусно Слушайте Я эту штуку Попробовала После того Как отварила Напоминает Грибы А сейчас Конечно С луком С чесноком Много Много Специй Вкус Поменялся Очень даже Неплохо Осталось только Узнать Как это называется Так что Кто узнал Напишите Пожалуйста На что похоже Like what Понят Гарлик Короче Короче Я поняла Окей Сэй Пока 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 Подписывайтесь На наш канал Впереди Вас ждет Еще много Всего Интересного Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует